В этом году количество происшествий на водоемах уменьшилось. Связано это в первую очередь с тесным взаимодействием между управлением МЧС и руководителями муниципалитетов, которые в этом году открыли более десятка новых оборудованных пляжей. С начала года инспекторами ГИМС выявлено 111 нарушений правил пользования маломерными судами, по которым были составлены протоколы об административных правонарушениях. Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Геннадий Кулешов, начальник отдела по безопасности людей на водных объектах. Здравствуйте, Геннадий Александрович. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Можно сказать, что летний сезон, к сожалению, для многих рязанцев подходит к своему логическому завершению. Какие-то на сегодняшний день предварительные итоги по происшествиям на воде уже можете озвучить? Да, предварительные итоги у нас таковы, что на сегодняшний момент погибло у нас 10 человек на водных объектах по Рязанской области. По сравнению с прошлым годом цифра намного меньше. В прошлом году погибло у нас 36 человек на данный момент. В этом году снижение 75%. А с чем это, по-вашему, могло быть связано? Во-первых, связано с тем, что у нас в этом году открылось 13 дополнительных пляжей, мест оборудованных для купания. Во-вторых, погодные условия. И, в-третьих, немаловажный фактор – это проведение профилактической работы инспекторами ГИМС, сотрудниками главного управления, во главе с Филипповым Сергеем Ивановичем, который с нами неоднократно выходил в рейды патрулирования, проводил беседы профилактические с гражданами, которые купались в несанкционированных местах. Но статистика у нас такова – 10 человек погибло. В основном это люди находились в состоянии алкогольного опьянения и купались в несанкционированных местах для купания. Какие еще дополнительные работы по обеспечиванию безопасности проводились? По обеспечению безопасности людей на водных объектах проводились следующие дополнительные вопросы. Работы – это патрулирование, в ходе которых выявлялись нарушения правил плавания. В этом году составлено 116 протоколов. В основном протоколы по статьям 11.8, часть 1, часть 2 – это непрошедшие освидетельственные маломерные судны, незарегистрированные в установленном порядке и также без удостоверения на право управления маломерным судном. То есть мы уже с вами сейчас говорим о работе с судоводителями? Да. Это с судоводителем работа, но судоводители стали более законопослушные. Как правило, все хотят вначале, перед открытием навигации, пройти освидетельственные маломерных судов. Много обучилось людей в этом году. А как вы думаете, с чем это связано? Может быть, какие-то санкционные меры были ужесточены? Нет, это просто более сознательные люди стали, поняли, что на воде тоже можно много беды наделать. И поэтому все люди у нас сейчас, большинство, с удостоверением и прошедшие лодки зарегистрированы. Скажите, пожалуйста, какая дополнительная работа велась еще с отдыхающими? То есть тоже немаловажная такая деятельность? С отдыхающими у нас велась работа. В ходе патрулирования у нас каждодневно выходило 9 патрулей, 9 патрульных групп, которые патрулировали акваторию, подходили к берегам, где массовое скопление людей, то есть не в санкционированных местах для купания. То есть раздавались листовки, памятки людям, проводились профилактические беседы. Также у нас в детских оздоровительных лагерях проводились занятия с детьми перед каждой сменой и во время смены о безопасном поведении на воде. Если и первой помощи пострадавшим, то есть в этом году у нас также еще на территории Рязанской области, в городе Касимов, проводились соревнования Центрального федерального округа «Юный водник», на котором наша команда, представляющая Рязанскую область, от города Касимова, заняла первое место. То есть среди детей до школьного возраста заняли первое место, причем с большим отрывом. А что было на этих соревнованиях? Кто там еще принимал участие? На этих соревнованиях принимало 17 команд соревнований, то есть Центрального федерального округа, каждая область представляли свои команды. Дети – это по 2 девочки и 4 мальчика. В них входило силовые упражнения, входили бег, то есть кросс. Также входило плавание, траверс водного потока – это когда на грибных лодках дети подходили к утопающему, поднимали утопающего с воды, подходили к берегу, переносили на носилки, оказывали медицинскую помощь. То есть соревнования достаточно такие насыщенные и интересные были среди детей. Ну раз уж мы начали говорить о вашей работе с детьми, в преддверии купального сезона вы тоже ее проводили наверняка, а вот сейчас к учебному году какие-то будут наставления? К учебному году, да. Сейчас после 1 сентября, когда дети придут в школу, наши инспектора пойдут по школам проводить профилактические беседы, потому что после 1 сентября все равно будет еще тепло, и дети, как правило, после школы, которые не заняты где-то на тренировках и еще где-то в дополнительных учебных образованиях, могут пойти к воде. И будем проводить беседы, объяснять, что нельзя так делать, что можно просто-напросто утонуть. Недавно был награжден молодой человек, который, как я помню, в начале зимы, по-моему, спас двух мужчин, да? Да, двух мужчин, да. Он был награжден медалью, также был награжден ценным подарком от МЧС и от Министерства образования. То есть вот в преддверии этого и проводятся всякие наши соревнования «Юный водник». Подготавливаем себе, так сказать, замену достойную. Смену, да. Да, достойную смену. В будущем, чтобы на пенсию спокойной душой можно было уйти, чтобы ребята были… Да, достойную смену. Ну вот этот молодой человек, скажу я вам, прекрасный, наверное, пример тому, что ваша работа не проходит зазря. Ну, с детьми это понятно, эта работа очень полезная, очень актуальная на сегодняшний день. А вы-то сами принимаете участие в каких-то соревнованиях? В 18 августа поедет команда Центрального регионального центра, которая представляет Центральный региональный центр команды города Рязани по водно-моторным соревнованиям среди инспекторов ГИМС на всероссийские соревнования. В 2014 году мы уже ездили на эти соревнования и заняли там первое место. В этом году команда наша тоже готовится, постараемся. Сильный команд. Сколько участников будет принимать? Пять человек. Пять человек. Самых лучших. Да, самых лучших инспекторов с Рязанской области. Да, не с Рязанской области, а получается уже с Центрального регионального центра, потому что мы представляем, как команда главного управления Рязанской области представляет Центральный региональный центр. Какие-то мероприятия не только на крупных объектах водных, как АК, например, но и на озерах проводите? Да, у нас патрулирование. Согласно плану графика годового, проводится патрулирование не только на объектах река Пра, допустим, река Прони, река Ака, а также и озера у нас, которые подведомственны нам. Также на них проводим патрулирование. Наиболее популярное, вот какое место отдыха у горожан все-таки сейчас? Наиболее популярное все-таки река Ака. Там народ больше умещается. Да, там не то, что больше народу. Во-первых, там вода проточная, есть берега такие с песчаными косами, где идут отмели, где песок чистый, естественно, люди туда едут отдыхать. Но наверняка и самое такое опасное. И самое опасное, естественно, там течение. И, как правило, люди, когда выпьют, вот самое страшное, что люди выпивают там, да, и идут купаться. Когда выпьют люди, у них перестает быть чувство страха, начинает отсутствовать, думают, что они всемогущие, могут переплыть Аку туда-обратно. На локтях. Да, но, к сожалению, статистика вот нам уже показывает 10 человек. Ну, какое-то пожелание гражданам, чтобы они были осторожнее. Гражданам хотелось бы сказать только одно, что купаться нужно в санкционированных местах, тем более в этом году 42 пляжа открыто. Новых, не новых, а всего 42 пляжа по Рязанской области. Там дежурят спасатели, которые квалифицированные, могут оказать помощь в случае несчастного, если несчастный случай произойдет. Также там имеются детские купальни, где дети могут спокойно и безопасно купаться, и где они всегда будут на виду. То есть там дежурят и сотрудники полиции, дежурят медики и дежурят обученный сертифицированный спасатель. Но еще весь август месяц у нас впереди, обещают жаркий. Поэтому посмотрим. В эти жаркие дни у нас выставляется усиленное количество патрулей, увеличенное. То есть и сотрудники главного управления, у нас и начальник главного управления обязательно, когда в жаркие дни выезжает с нами на патрулирование, проводит беседу профилактическую с людьми, с отдыхающими, с купающимися. То есть сейчас вот, если у нас прогнозировано, допустим, на выходные дни жаркая погода, то обязательно еще поедут, будут работать не только сотрудники ГИМС. Сотрудники ГИМС, они будут однозначно все работать в усиленном режиме, но еще и сотрудники главного управления будут выезжать на места санкционированного купания, также на места несанкционированного купания, будут проводить разъяснительные беседы с гражданами. — Геннадий Кулешов сегодня у нас был в гостях. Спасибо большое, Геннадий Александрович, что пришли к нам. Поменьше вам работы, скажу я вам. Успехов, всего доброго. Спасибо еще раз, что были с нами сегодня. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова